Чем ближе к выборам, тем жарче на Украине. Националисты сегодня вечером сорвали предвыборный митинг Порошенко, на которого они объявили охоту. Всё началось в Киеве. Оттуда радикально настроенные люди пошли на Черкассы. Порошенко бежал. Александр Шевчук продолжит. Националисты приехали в Черкассы, где Порошенко собрал предвыборный митинг. Сти на сцене и отвечай на наши вопросы. Но оставаться на сцене Порошенко не решился. Тут же свернул своё выступление. Заранее свезённым участникам митинга в этот момент дали команду петь гимн. А президент буквально спрятался в кортеже за оцеплением охранников. Им, в свою очередь, еле-еле удалось держать агрессивную толпу. Радикалам даже удалось ненадолго полностью остановить президентский кортеж. Полиция применила слезоточивый газ. Только так Порошенко удалось уехать. Казалось бы, удивительно, но даже после такого настоящего нападения никого так и не задержали. Хотя знали о планах националистов заранее, и полицию в Черкассы начали сгонять из всех соседних областей. Вот это так порох захищается. Началось всё ещё утром в Киеве. Националисты собрались на митинг против расхищения военного бюджета. В скандале замешано ближайшее окружение Порошенко. Поэтому радикалы отправились к зданию его администрации, где наткнулись на стройные ряды полиции. Не добившись ответа, радикалы объявили охоту на президента. Видимо, результатом и стал эпизод в Черкассах. В Киеве же националисты в отместку вовсю поиздевались над полицией. Наклейки лепили прямо на шлемы силовиков. А ну скажи, дядя, как в детом элементе, давай. Я закон наружу тяни, скажи. Очевидно, тогда Порошенко реальности угрозы не осознавал. Отменят ли теперь завтрашний митинг, пока неизвестно. Александр Шевчук, Павел Алексеев, Вести.